Сегодня у нас ну очень витаминный и быстрый рецепт. Подписывайтесь на мой канал. Просто вкусно соленый. Попробуйте такой весенний салат. Редиска с тунцом. Мы возьмем редиску, огурец, лук, яйца, тунец, перец, соль. При желании можно добавить пучок укропчика. Видите, какой крупный у меня редис? Я его такими крупными слайсами и оставлю. Вот тоненькими-тоненькими дольками я беру в равных пропорциях редиску и огурец. Какая редиска сочная. Видите, как мокрая становится сразу тосточка? Перекладываем в миску. Огурец. У меня вот такой большой. Вы можете купить маленьких огурчиков на такие же слайсы. Точно так же, как я нарезала редисочку. Ой, запах пошел. Как пахнет огурчик вкусно. Огурчик сюда же. Лучок тоже свеженький. У меня на канале есть рецепт салата редиски с капустой. Посмотрите, там тоже очень вкусненько. Очень интересная заправочка. А здесь интересный ингредиент. Тунец. Все, а просто нарезать и смешать. Из больших дел мне надо было отварить аж два яйца. Яйца мы будем нарезать. И вот просто так вот. Видите, как крупно я нарезаю? Ну, крупно, ну, правда же. Вот так крупно. И вы нарезайте. Мы не будем здесь мельчить. Сюда же и яйца. Один момент по вашему желанию. Можете добавлять, а можете нет. Укропчик. Я добавлю. Вот. Маленькие сюда я могу поотребать. А эти вот так вот. Оп. И отрезаем. Можно и не выбрасывать. Стебелечки-то ароматные. Тунец. Обкручиваю. И это в таком виде кладу в холодильник до того момента, когда я захочу сварить супчик или какой-то бульон сделать. Укропчик я уже нарежу помельче. Ну, и теперь самый главный ингредиент. Тунец. Внимательно посмотрите на баночку. Почитайте. В названии указан ли вид тунца. Здесь написано макрилевый. Вот. Значит, он по вкусу и по качествам ближе к сайре. А еще бывает написано тунец полосатый. Он считается вкуснее, но и дороже. Дальше смотрим состав. Так. А где масло? Масла нет. Значит, он в собственном соку. Нам надо будет добавить одну-две столовые ложки подсолнечного масла в салатик. А если у вас тут будет написано масло, то все, не надо ничего добавлять, никакого масла. Посмотрите, здесь будет несколько вот таких кусочков. Видите? Вот. И разминаем прямо вот вместе с этой жидкостью вилкой прямо в этой банке. Посмотрите, как я делаю. Если вы откроете банку и там будет сильно много этой жидкости, вот у меня здесь ее было многовато, вы можете треть слить. Но всю эту жидкость не сливайте. Она имеет приятный такой рыбный вкус. И мы ее сейчас перемешаем вместе с тунцом. Добавим ложку-две растительного масла. И получится очень вкусно. Даже если вот вы берете тунец в магазине, и вы знаете, что он у вас пойдет на салатик, все равно обходите стороной полки, если там написано тунец салатный. Потому что тунец салатный, это значит, там будет просто рыбный фарш. Как вкусно пахнет морская рыба. Вот, видите, как я хорошо перемолола, и уже вся эта жидкость будто и впиталась в рыбку. Подсолнечное масло. Можно и оливковое. Тоже будет хорошо. Две столовые ложки. Вот. Почему я это делаю прямо в банке? Да чтобы не мыть. Потом 25 тарелок. Выкладываем тунец. Добавляем перец. У меня черный перец и кориандр. Вы можете добавить любые ваши любимые пряности. Добавьте немного соли, если вам так хочется. Мы перемешаем эту всю красоту. И если будет соли мало, тогда мы досолим. Вот, как по мне, не надо сюда соли. Но вы смотрите по своему вкусу. Рыба тунец здесь хорошо сочетается, но при этом она не перебивает по вкусу другие овощи. Потому что сама очень нежная. Вот такой красивый, яркий, сочный салатик. А ну-ка. Вот на такую порцию одной баночки достаточно. Если вы захотите сделать побольше порцию, то берите сюда две баночки тунца. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и жмякайте на колокольчик. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok